Привет, меня зовут Хатуна, мы продолжаем коротко рассказывать о важных вещах. Прежде чем начать, хочу попросить вас подписаться на наш канал и поддержать это видео лайком, так его смогут увидеть больше людей. Вечером 29 апреля на главном проспекте грузинской столицы у парламента, где во все времена решалась будущее Грузии, российский олигарх, основатель правящей партии и неофициальный правитель страны, официально провозгласил смену курса Грузии. Миллиардер Бедзина Иванишвили постановил быть в Грузии, демократии суверенной. В 20-минутном обращении то политика, то филантропа, то ботаника Иванишвили слово «суверенитет» прозвучало 12 раз. Как и в случае большинства других инициатив «Мечты», данная была подсмотрена у России. Ни Иванишвили, ни его команда ничего нового не придумали. Все то, что олигарх говорил со сцены в центре Тбилиси, Владимир Путин произносил почти за 20 лет до него. Наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного суверенного пути развития. Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет. Политической родиной суверенной демократии является Россия. Концепция была разработана одним из главных политтехнологов Кремля Владиславом Сурковым. «Мы хотим быть открытой нацией среди других открытых наций и сотрудничать с ними по справедливым правилам, а не управляться извне», заявлял он в середине нулевых. Это уже потом станет очевидным. Суверенную демократию в России изобрели для того, чтобы отбиваться от критики Запада. В Грузии к ней прибегли с той же целью. Россия хочет огородить свою политическую деятельность внутри страны от вмешательства извне. О том, что правительство Бедзыны и Ванишвили демонстрируют признаки приверженности идеи суверенной демократии, читайте идеи отказа от прозападного курса, грузинская пресса писала с первых месяцев правления партии. Тогда критики подвергались нежелании мечты сотрудничать с президентом, которым все еще оставался Михаил Саакашвили, а также уголовное преследование ряда бывших высокопоставленных чиновников. Впрочем, еще пару лет назад мечта пыталась сохранить хорошую мину при плохой игре, поручая высказывать сомнительные тезисы депутатам, формально покинувшим партию именно для этого. Так, осенью 22-го один из лидеров фиктивной оппозиционной партии сил народа Сузар Субари перешел Рубиком, произнеся буквально следующее. Вступление в Евросоюз предполагает отказ от определенной части суверенитета. Сегодня эти идеи исходят уже от лидеров правящей в Грузии партии. Спины у рта члены мечты доказывают обществу, что страна должна и может строить демократию собственными методами без опеки, наставничества и критики партнеров. Почему вы считаете себя вправе задавать нам такие вопросы, причем постоянно, заниматься морализаторством и учить нас жить? В 2006 году американская газета Washington Post описала суверенную демократию так. Это термин, придуманный Кремлем, который призван донести два сообщения. Первое, что текущий политический режим в России является демократией. И второе, что это утверждение должно быть принято на веру и точка. Власти Грузии, чья риторика изобилует теориями заговоров и ультраправым пафосом, требуют, чтобы общество верило им на слово, а на конструктивную критику реагирует агрессия. Счет, считают эксперты, теперь идет на недели и даже дни. А дело, по их словам, больше не ограничивается тем, чтобы не допустить принятие российского закона об иноагентах. Возведение концепции суверенности в государственную идеологию, подчеркивают наблюдатели, приведет к полному разрушению прав человека и демократических институтов в Грузии. А тем, кому такая перспектива не видится возможной, рекомендовано посмотреть на Север.